В связи с той ситуацией, которая сейчас сложилась на мировых финансовых рынках, как вы оцениваете городскую экономику? Насколько она уязвима для кризисных явлений? Городская экономика находится в очень хорошем состоянии. У нас, конечно, имеют темпы сокращения жилищного строительства, имеются тенденции к падению. Но это, очевидно, связано просто с тем, что рынок недвижимости в целом в Москве перегрет очень сильно. И, очевидно, во многом эти снижения темпов роста жилищного строительства связаны и, в общем-то, с отсутствием достаточного спроса на жилую недвижимость со стороны действительно тех людей, которые собираются жить в этих квартирах. Многие эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в связи с этим. Вы согласны? Реальный спрос на недвижимость, он все-таки создается теми людьми, которые покупают жилую недвижимость для того, чтобы жить, а не для того, чтобы ее где-то там кому-то перепродавать. По всей видимости, у тех, кто вложил очень много денег исключительно в недвижимость, как спекулятивный актив, очевидно, будут потери. Какие еще отрасли попадают в группу риска? В группу риска, естественно, попадают в случае падения объемов кредитования, в группу риска попадают все отрасли. Если банки перестают выдавать кредиты промышленности, торговли, перестают выдавать кредиты малому бизнесу и так далее, и понятное дело, что у всех возникают проблемы с оборотными средствами, возникают проблемы с осуществлением тех или иных проектов. Поэтому в случае масштабного финансово-банковского кризиса у нас в стране будут задеты абсолютно все отрасли. Естественно, это приведет к снижению объемов кредитования наших московских предприятий и организаций со стороны российских банков. Ну и, естественно, это, конечно, скажется на темпах роста экономики города. Естественно, они будут ниже. Городские власти предпринимают какие-то меры для обеспечения стабильности? В целом, достаточно стандартный способ преодоления этих кризисных явлений – это, конечно же, прежде всего, сохранение необходимых социальных расходов на том уровне, на котором они должны быть. Это, конечно, сохранение расходов на поддержание функционирования жизнеобеспечивающих систем города. Обычно сокращение бюджетных расходов в случае каких-то кризисных явлений идет за счет сокращения инвестиционной программы. Город оказывает поддержку московским компаниям? В городе существует временно свободный остаток бюджетных средств. Этот остаток в достаточно больших объемах размещается на депозиты в российских банках. Тем самым поддерживается ликвидность банковской системы. Предприятия, естественно, московские, получают поддержку. Но эта поддержка, прежде всего, происходит по линии участия этих предприятий в выполнении так называемого городского заказа. А путем покупки акций в таких компаниях проблемных? Такая практика есть со стороны города? Нет. Проблемными компаниями город не занимается. Это не функция городской администрации заниматься санацией проблемных компаний и помогать держаться им на плаву. Например, компании, в которых город сам владеет долей? Ну, естественно, такие компании есть. Но, во-первых, сейчас городской портфель очень сильно реструктурирован. Значительная часть такого рода компаний, там, где у города не было контрольного пакета или блокирующего пакета, они уже проданы. Город сосредотачивает свой портфель собственности, прежде всего, в тех компаниях, которые имеют жизненно важное значение для функционирования города. Существует у городских властей какой-то план защиты финансовой системы города в случае обострения кризисных ситуаций? Если речь идет о ответственности города Москвы по своим бюджетным обязательствам, то совершенно точно все эти обязательства будут выполнены. Они входят в бюджетный закон. Денег в настоящий момент для выполнения абсолютно всех бюджетных обязательств, заложенных в текущий закон, более чем достаточно. Очевидно, даже останется на следующий год. Поэтому в этом плане финансовой системе, бюджетной системе города Москвы сейчас абсолютно ничего не угрожает. Точно так же, как и получателям бюджетных средств и всем организациям, выполняющим инвестиционные проекты, входящие в наши бюджетные планы. И что касается, естественно, общей банковской системы Российской Федерации и так далее, то это, конечно, не ответственность московского правительства. Что касается Банка Москвы, то ситуация совершенно нормальная с Банком Москвы. Его кредитоспособности абсолютно ничего не угрожает. И я думаю, здесь все эти кризисные явления этого конкретного банка, если коснуться, то в минимальной степени. Каковы общие прогнозы развития ситуации на финансовых рынках? Я думаю, нас ожидает еще определенный период нестабильности. И я думаю, будут достаточно серьезные колебания на российском фондовом рынке, как и, собственно говоря, на всех остальных фондовых рынках, без исключения, включая и американские, и европейские, и азиатские рынки, да и рынки всех других стран, относящихся к категории стран, развивающейся экономики. Связано это с тем, что вообще в мире сейчас происходит период очень болезненного приспособления к работе в новых финансовых, новых кредитных условиях. Вот та эпоха дешевых денег, которая началась в 2001 году, она подошла к концу, но она не прошла безнаказанно, не прошла безболезненно, потому что как раз за счет очень дешевых кредитных денег было надуто очень много пузырей и на финансовых рынках, и в экономике. Ну вот один из таких пузырей лопнул, это так называемый надутый в Соединенных Штатах пузырь субстандартной ипотеки. Естественно, произошло обесценивание этих активов. В Соединенных Штатах очень резко падает стоимость жилой недвижимости. Сейчас, очевидно, будет затрагиваться уже и коммерческая недвижимость. Точно так же банки потеряли доверие друг к другу, точно так же сократился объем кредитования на межбанковском рынке. Вообще практически вся мировая банковская система сейчас финансируется центральными банками. Так делают и Европейский центральный банк, так делает Центральный банк Японии, так делают Федеральные резервные системы Соединенных Штатов. Ну и, как вы знаете, и Российский центральный банк очень значительно расширил объем кредитования российской банковской системы. Вливание государственных денег в экономику вызовет скачок инфляции? Естественно. В случае, если эти средства найдут свой путь на потребительский рынок, это означает скачок инфляции. Но эта мера вынуждена, эта мера экстраординарная, она оправдана, на мой взгляд. Лучше иметь 1-2% выше инфляции, нежели повторение 1998 года. — Каков ваш прогноз на конец года? — Ну, я жду показатель в конце года где-то на уровне 15%. — Мы искали в экономике много таких раздутых пузырей. Вот один из них был связан с жилым сектором, с ипотечным. Какие еще есть? — Практически во всех странах мира один из пузырей, которые были раздутые, которые сейчас лопнули, — это фондовый рынок. Профессиональные инвесторы, хеджевые фонды работали с использованием очень большого финансового рычага. Фактически на каждый свой собственный доллар было до 40-50 долларов заемных средств. Сейчас, когда этот кредитный рычаг кончился, работать без этого кредитного рычага уже в таких объемах нельзя. Естественно, приходится продавать акции, продавать облигации для того, чтобы вернуть кредитные деньги. — То есть вы считаете, что крупнейшие российские активы, такие как «Газпром», «Роснефть», которые сейчас стоят на 40-50% меньше, чем до кризиса, оцениваются адекватно? — Товар стоит столько, сколько за него готов заплатить покупатель. Если покупатель не готов платить за акции «Газпрома» больше, чем они сейчас котируются на фондовом рынке, значит, они столько и стоят. Речь здесь не идет о каких-то объективных показателях, потому что фондовый рынок, как правило, особенно в период кредитной экспансии мировой, фондовый рынок практически ни в одной стране мира никогда не имеет отношения к реальным экономическим показателям компании. С точки зрения, допустим, потока доходов «Газпрома», с точки зрения запасов газа, которыми он обладает, с точки зрения прибыли «Газпрома» цена его абсурдна. Но инвесторы данной текущей ситуации больше за акции «Газпрома» платить не хотят. — Может ли повлиять мировой финансовый кризис на формирование Москвы как международного финансового центра? — Речь идет, прежде всего, может быть, не о формировании финансового центра, а о дальнейшем развитии города Москвы как финансового центра, прежде всего, национального финансового центра России, но о перспективе международного финансового центра. Естественно, общий финансовый кризис будет затрагивать и функционирование нашей финансовой и банковской системы. Но я думаю, что если и будет влияние этого общего кризиса на дальнейшее развитие Москвы как финансового центра, я думаю, оно скорее будет положительным, потому что основные проблемы с формированием здесь и развитием финансового центра связаны, прежде всего, с необходимостью реформ регулирования финансовой деятельности в нашей стране, далее необходимостью реформирования целого ряда законодательных актов, которые, опять же, регулируют операции с финансовыми инструментами, наконец, реформа налогового законодательства. Всегда кризисная ситуация, она побуждает ускорить реформы. На каком этапе сейчас находится концепция развития Москвы как финансового центра? Концепция разрабатывается, она разрабатывается достаточно широким кругом участников. Нельзя говорить о том, что эту концепцию разрабатывает только лишь какое-то одно министерство. В ней активное участие принимают и саморегулируемые организации, активное участие принимает целый ряд федеральных ведомств, активное участие принимает и правительство города Москвы, и, наконец, достаточно активно участвуют профессиональные наши организации, работающие на фондовом рынке, банки, банковские ассоциации и так далее. Это постоянный творческий процесс, приходят новые замечания, приходят новые пожелания со стороны тех, кто участвует в формировании концепции. Ну и они, в общем и целом, насколько мне известно, учитываются. Ну и я думаю, в ближайшие несколько недель вот эта работа предварительная будет закончена, и уже сама концепция будет обсуждаться на заседании федерального правительства. Какова на сегодняшний день структура городского долга? Городской долг на 98% состоит из рыночного долга. Прежде всего, это наши облигации, которые обращаются на внутреннем рынке. Их сейчас более 81,5 миллиарда рублей. И это наши еврозаймы, то есть еврооблигации на общую сумму немного свыше 780 миллионов евро. Ну и в целом, структура нашего долга, она достаточно консервативна, структура долга здоровая. Валютный риск небольшой, потому что внешние обязательства по отношению к общему долгу города, составляют менее 30%. Ну и, наконец, соотношение вообще задолженности Москвы к годовым доходам бюджета, оно очень небольшое. В настоящий момент оно находится на уровне менее 10%. То есть это означает, что город Москва достаточно легко мог бы расплатиться по всем своим долгам досрочно в течение года. А есть желание погашать досрочно? Нет, желания нет. Потому что погашать нечего. Это очень маленький долг по отношению вообще-то к долгам, которые могли бы быть у города. То есть этот долг не представляет абсолютно никакой угрозы кредитоспособности Москвы или кредитному рейтингу Москвы.